привет всем последнее время у меня было довольно много разговоров о медитации на разные темы но вообще есть одна тема которую я упираюсь раза разом звучит она так можно ли просто заниматься медитацией потому что тебя прет потому что в качестве хобби или это очень серьезная вещь который нужно непременно подходить со всей серьезностью правильно непременно с целью просветлиться и так далее для начала я могу сразу сказать что есть одна интересная особенность я ни разу не слышал от адекватных людей адекватных что им есть подобное применительно ну скажем утренней пробежки мало кто людям которые просто с утра любят бегать предъявляют претензии что ну товарищу такими такими темпами ты на олимпиаде хорошо не выступишь марафон не пробежишь обычно все понимают что цели бывают разные и человек который выходит на утреннюю пробежку совсем не обязательно видит себя в качестве марафонца а вот когда речь касается чего-то высокодуховного то здесь уже совсем по-другому такие же претензии тем кто занимается там йогой и цигуном там так далее а ты серьезно этим занимаешься да вот и духовную сторону как ну что могу сказать на мой взгляд стоит понимать зачем вообще человек это делает и да я понимаю что утренняя пробежка это не часть чьей-то религии то мы понимаем что здесь нет такой высокодуховный очень серьезной стороны с другой стороны если посмотреть на традиционно буддистские страны в которых традиция буддизма уже очень очень большая и трудно сказать что она вырубилась какую-то попсовую сторону как там к этому относится да по-разному и медитируют очень много людей медитируют они из разных подходов с разным по разным причинам обычно в больших храмах медитация это такое открытое мероприятие туда все приходят ну по крайней мере я знаю так япония зната других странах и никто не спрашивает вы сюда зачем пришли вы хотите просветлиться или вам атмосфера нравится опять же из того что я читала много мнений на этот счет всяческих учителей я общалась с учителями на этот на эту тему и в основном люди говорят что да как угодно то есть им абсолютно не важно насколько к этому серьезно относятся те кто приходят на медитации по одной простой причине мы не можем однозначно сказать кто просветлится кто не в этой жизни но когда-нибудь рано или поздно все просветляться но вот конкретно сейчас хотя бы потому что человек может увлечься этим просто чисто так потому что интересно потому что необычно а потом очень серьезно в эту идти и даже трудно сказать какой конкретно настрой приведет человека к просветлению поможет человеку в медитации человек может сидеть и очень может целеу стремленно хотеть именно просветлится и это станет для него привязанностью будет ну откровенно мешает person будет сидеть и думать хочу просветлиться хочу просветлиться ну вот я же уже почти вот и вот сейчас сейчас и вот оно просветлиться вообще а кто-то другой может приходить медитировать потому что ему прикольно потому что это интересное ощущение и так как у него на этом ничего не завязано опять же нет никаких тут привязанностей того что ему просто в этой медитации хорошо и приятно кто знает может он словит именно тот самый необходимый настрой поэтому в основном с религиозной точки зрения мнение такое лучше сидеть чем не сидеть то есть если ты приходишь и медитируешь что-то в любом случае бонус неважно зачем ты это делаешь главное чтоб делал в то же самое время есть один момент который присутствует но в плане опасности но это то же самое что с тем же самым спортом как вы понимаете если человек которому просто нужна утренняя пробежка будет ориентироваться на стандарт марафонцев то ничем хорошим это не закончится если человек учится водить и для него его тренируют как михаэля шумахера то но опять же трудно сказать насколько это адекватно абсолютно та же ситуация с медитациями нужно понимать зачем тебе это чего-то в данный момент хочешь этим добиться нужно желательно практиковаться под присмотром человека который в этом разбирается лучше тебя и опять же понимает зачем тебе это нужно если ты попадешь в руки того кто из тебя будет лепить архата не задумываясь о том а надо тебе это или нет и весьма смутно себе представляя что такое архат то это может плохо кончится потому что ну скажем через за какой-то ступенькой это уже не просто успокоение нервов это эксперименты над своим разумом и с этим лучше поосторожнее но если вы ходите просто на дзадзен в какой-нибудь буддистский храм или какое-то мероприятие то я думаю хуже не будет я вообще считаю что если вы хотите заниматься медитацией то безопаснее всего заниматься именно дзадзеном для того чтобы поиметь с этого какие-то сильные проблемы нужно заморочиться а просто посидеть и разгрузить голову всегда пожалуйста худо не будет так что медитируйте медитируйте не бойтесь буддисты с вами буддистам это нравится ладно пока пока а а